В 22 года я переезжаю в Россию, поступаю в Сибирский государственный университет науку Кузнецки на специальность электроэнергетик. Я по профессии, по высшему образованию электроэнергетик. Соответственно, там я дальше продолжаю тренироваться в вольной борьбе, борьбой занимаюсь. Также выступаю за университет, боролся. Самый интересный факт, за университет только я им призовые места привозил. И тут друг, просто чисто случайно, пишет мне, типа, есть ребята или сам хочешь попробовать тренером. В Барнауле открылся один из больших центров, топ-тим Сибирь, смешные единоборцы. Еще пишет, самый интересный факт, он мне пишет 1 апреля. Я думаю, шутка может. 1 апреля, шутит, решил приколоться. Ну, я говорю, скинь мои номера. И вот буквально через неделю или 5 дней в этом районе со мной созвонится Дана, жена Александра Сергеевича. Она мне говорит, здравствуйте, наш номер мне дали вот такой-то, такой-то. Можно с вами переговорить. Все, мы созвонились по видеозвонку, переговорили. Я не стал тянуть время, не стал, дайте подумать. Я сразу, давайте я приеду, мы переговорим. Я буквально на следующей неделе сразу сюда приезжаю, это было 12 апреля. Я сюда сразу приехал, мы здесь все посмотрели, переговорили. В принципе, сошлись условия взглядами именно на этот вид спорта. Что это мой вид спорта, они хотят его развивать. Нужна помощь. Я почему нет? Любимый вид спорта. И так решили. И я приехал в Междуреченск, пошел на разрез, написал сразу заявление на увольнение. И 24 апреля я уже приступил здесь к своим обязанностям. В зал, когда я зашел, мне понравилась сама атмосфера зала. Знаете, заходите и чувствуется, что здесь растут спортсмены, что здесь все делают для спорта. Не просто какая-то красивая бутафория, а именно чувствуется вот этот. И сам, когда увидел вот этот ковер, думаю, мое родное, даже когда зашел, сразу кувыркнулся. Почувствовать, что это все настоящее. Сейчас больше развито берем и с 4-6 лет детей. Но это вот чисто общая физическая подготовка у детей. Какие-то элементы вольной борьбы. А вообще детям полезно приходить в этот вид спорта с 9-10 лет. Как раз и тогда подготовка идет, и соревновательные моменты уже можно их привлекать. Также для них это, они развиваются гармонично, во-первых. Это развивается от макушек до пяток. Все группы мышц задействованы в вольной борьбе. Все развивается. Получается, нет отстающих мышц. Ребенок становится сильным, уверенным в себе, целеустремленным. Как бы, скажите, спортсмен именно по вольной борьбе, он целеустремленный. И у него очень сильно развито силовые качества, волевые качества. Потому что бывает, что соперник тебя выигрывает. Понимаете, бывают у нас такие, как там правильно сказать, моменты. Соперник может сильнее тебя быть, но ты технический. Но ты еще и в волевом качестве, как бы, тебя тренер лучше подготовил. И вот бывает, что ты 8-0 ведешь, что ты его схватил нечаянно. Крики, шум, гам, ну ты и положил его на лопатки. Да. Вот. Вот такие плюсы. Во-первых, гармоничное развитие. Работает хорошо вестибулярный аппарат, потому что мы здесь кувыркаемся, разгибаемся, на мостик встаем, получается. Во-первых, у нас покрытие мягкое. Если тут правильно упасть, невозможно получить никакой травмы. Вот. И мы здесь сразу же изучаем и падение, и как правильно кувыркаться. Это в дальнейшей жизни пригодится.